С идеей проведения пасхального фестиваля хоров выступил приход Успенского храма села Успенское и настоятель Илья Настевич. Местом встречи, не задумываясь, выбрали Дом культуры, который в прошлом году открылся после масштабной реконструкции. Славить Господа и воспевать светлый праздник Пасхи в Успенское приехали 15 молодежных коллективов, включая самых маленьких воспитанников воскресных школ. Каждый приход, любой приход, это небольшая семья. И, конечно же, праздники пасхальные проходили в каждом приходе. И открывая первый пасхальный фестиваль Настовского благочения, мы решили собрать эти семьи в единую, дружную семью, которая сегодня находится здесь, сзади. И поделиться этой пасхальной радостью со всеми, кто сегодня приехал на этот праздник. Пасхальная тема дала полет фантазии. Воскресная школа Спасского храма села Уборы порадовала театральной постановкой «Чудо», а юные прихожане Успенского храма весну зазывали песней. Фестиваль хоров – это прекрасная возможность почувствовать себя одной большой семьей, где каждому найдется дело. Идея заложена в том, чтобы дать возможность создать еще одну площадку для того, чтобы наши подрастающие поколения, маленькие детки, отроки, подростки, юноши, девушки, чтобы они могли иметь возможность общаться вне социальных сетей, вне тех стен храма, которыми они ограничены, прихожанами которых они являются. В пасхальном фестивале нашлось место и для танца. Здесь народные мотивы от хореографической студии при Христорождественском храме в Немчиновке и классика – весенний вальс Шопена от воскресной школы Знаменского храма. А ромашковский коллектив не успел выйти на сцену. Артисты припозднились, но не отчаялись и устроили небольшой концерт прямо в фойе. Народная культура очень близка к сердцу, тем более сердцу православному, верующему сердцу, потому что это второе крыло. Когда выходишь из храма, ты знаешь, чем заниматься, как заполнить свою жизнь, дополнить ее красивыми обычаями, традициями. И когда ты это проживаешь, полноценный круг жизни, вышел из храма, у тебя есть чем дальше заняться, есть о чем думать, размышлять, как общаться, то ты получаешь от этого большую радость. Молодежные хоры сменяли друг друга. Мастерством исполнения, как всегда, удивили певчей Гребневской церкви. Не отставала и молодежь Георгиевского собора, подготовившая два произведения. Пасхальный фестиваль хоров дополнила выставка художника-импрессиониста Александра Фомина. Он представил несколько проникновенных по содержанию полотен, на каждом красоты русской земли и Одинцовского края. Поскольку я человек тоже верующий, и очень люблю православные храмы, люблю саму тему о восхищении церкви и пришествии Господа нашего Иисуса Христа на эту землю, и очень люблю православные храмы писать. Пасхальный фестиваль хоров воскресных школ Одинцовского благочиния первый. Он следует за рождественским, и по задумке организаторов должен стать традиционной встречей талантливой молодежи, которая тянется к храму как к источнику вдохновения. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.